Игрушечный щенок Я помню, как Матушка Фортуна решила показать новый дом, который находится в дереве. Да, настоящий домик в дереве. Ого, это что за место? Это наш новый дом. Правда? Ага, давай зайдем в дом, я тебе покажу его. Хорошо. Смотри, Эмилия. Как здорово, Матушка. Я не думала, что мы будем жить в таком доме. Дом в дереве. Тебе нравится? Ого, нравится. Так светло и уютно. Я рада. Наслаждайся, Эмилия. Ура, ура, ура. В первое время в доме было пусто. Мне было не во что играть. Был только столик и все. Чем бы мне заняться? Так. Я столик вижу. Стульчик. А? И все? Ах, играть хочу. Играть. Тут не хватает игрушек. Что же мне делать? О, может мне собрать цветочки? Хочется их собрать. Да, сейчас пойду на улицу. А? Дверь закрыта. У-у-у-у, уже. Нет. Не могу. И как мне быть? Даже выйти не могу. Эмилия, я дома. Матушка, ты пришла. Привет. Привет. Почему твои глаза грустные? Что случилось? Матушка, я играть хочу. В доме пусто. Давай поиграем. А еще хочу цветочки собрать. Давай. Тогда пойдем на полянку. Цветы соберем и поиграем. Да, да. Давай, идем скорее. Не спеши, Эмилия. Я украсила цветами свою комнату. Стала намного лучше и ярче. Но все равно без игрушек было грустно. Спустя время в доме появился мячик. Это был первый сюрприз от матушки Фортуны. Эмилия, иди сюда. Я хочу тебе кое-что показать. А? Что ты хочешь показать, матушка? Вот, смотри. Это же мячик. Я теперь могу играть. Ура. Спасибо, матушка. Спасибо. Не за что. Играй на здоровье. Я скоро приду. Будешь ждать? Да, буду. Так. Сейчас буду играть. Хм. О. Побросаю мячик. Ого. Как он прыгает. А если я буду бросать и бросать? Ух ты. Я баскетболистка. Хе-хе-хе. Здорово. Хм. Что еще можно сделать с мячиком? С мячиком мне стало веселее. Я теперь могла придумывать новые игры. Я не только бросала мячик. Я еще его ставила на стол и представляла, что это волшебный шар. Волшебный шар. Покажи мне самые красивые цветочки. Покажи им. А? Почему ты не показываешь? Я хочу их увидеть. Эй. Я вижу только полоски. Нечестно. Но мяч быстро мне наскучил. Не хотелось что-нибудь нарисовать, а на столе даже карандашей не было. Привет, Эмилия. Я пришла. Матушка, привет. Как ты? Все в порядке. Устала немного. Отдохни. Матушка, а у тебя есть карандаши и листик? Так, карандаши и листик? Нет. Но я могу тебе завтра принести. Хочешь? Да, да, хочу. Хорошо. Я принесу тогда. Буду ждать. Матушка Фортуна принесла потом карандаши и листики. Я была так рада. Ведь я могла теперь рисовать. Эмилия, помнишь, я обещала принести карандаши и листики? Вот. Я принесла. Ого. О, карандаши и листики. Спасибо, матушка. Спасибо. Я сейчас буду рисовать. Хорошо. Я стала рисовать. Сначала я нарисовала цветочки. Затем себя и матушку Фортуну. Потом лес, озеро. Эмилия теперь еще и художник. Так. Что бы еще нарисовать? Хм. О. Нарисую еще один рисунок, где буду я. Так. А? Что это лежит на столе? Какая-то баночка. А что внутри? Матушка Фортуна поставила на стол баночку с чернилами. Я эту баночку перевернула. И все осталось синий. Ой. Я теперь грязная. Матушка. Эмилия. Что случилось? Матушка. Я хотела посмотреть, что в этой баночке. А затем на меня вылилось что-то синее. Это же чернила. Ах, прости. Я забыла тебе сказать. Не нужно баночку с чернилами поднимать и переворачивать. Она предназначена для ручки. Не плачь. Я все сейчас уберу и помою тебя. Не будешь плакать? Нет. Не буду. Хорошо. Пошли. Затем я решила показать рисунки матушки Фортуне. Матушка, посмотри, что я нарисовала. Ух ты. Какие рисунки. Молодец. Хорошо рисуешь. Спасибо. Ох, ты нарисовала меня и себя. А это у тебя в руках игрушка? Ага. А что это за игрушка? Плюшевая. Я нарисовала плюшевого щенка. Щенка? Интересно. Вот бы этот игрушечный щенок появился в доме. Я бы с ним играла. Ты хочешь плюшевого щенка? Ага. Поняла тебя. Я заметила, как матушка Фортуна стала часто вечером что-то вязать. Раньше она ничего не вязала. Мне было любопытно, что же матушка Фортуна решила сделать. Носочки? Не похоже. Варежки? Хе-хе. Еще не зима. Тогда что же? И вскоре я узнала ответ. Однажды я и матушка Фортуна решили прогуляться. Мы пошли на поленку. Прекрасная сегодня погода. Да. Соберем сейчас цветочков и будет красота. Кстати, Эмилия, когда мы придем домой, тебя будет ждать сюрприз. О, сюрприз? Ага. Интересно, что же это за сюрприз? Скоро узнаешь. Давай соберем цветы. Смотри, какие они красивые. Ох, да. Красивые и пахнут замечательно. Давай возьмем ромашки. Давай. Мы собрали цветочки, а еще матушка Фортуна сделала мне ромашковый венок. Затем мы пошли домой. Когда я зашла в комнату, то увидела игрушку. Это был плюшевый щенок. Тот самый щенок, что был на моем рисунке. Ого. Это, это, это плюшевый щеночек. Какой он милый и красивый. А какой носик, какие глазки. Мило-то. Хе-хе-хе-хе. Тебе нравится? Да. Я мечтала об этой игрушке. Матушка, огромное тебе спасибо. Я старалась. Эмилия, я очень тебя люблю. Будь всегда доброй, счастливой и пусть все у тебя будет хорошо. Цени этот подарок. Хорошо, матушка. Я буду. Буду. Спасибо еще раз за щеночка. Спасибо. Пожалуйста. Я была невероятно счастлива. Теперь у меня появился щеночек. Плюшевый щеночек, которого мне подарила матушка Фортуна. Давай поиграем с тобой, щеночек. Хочешь, мячик поиграем? Давай я буду бросать мячик, а ты будешь его отбивать. Давай. Отлично. Вставай сюда. Вот. Лови. Ой, мне туда бросило. Давай еще. Вот так. Ух ты. Отбил. Молодец. Щеночек молодец. Я полюбила своего плюшевого щеночка. Он и вправду очень хороший. Матушка Фортуна старалась для меня. Она любит меня и помнит обо мне. И я люблю матушку Фортуну. Очень-очень люблю. Вот. Матушка Фортуна старалась для меня. Матушка Фортуна старалась для меня. Матушка Фортуна старалась для меня.